Продолжаем наша лекция. Значит, сначала мы завершим разговор о вещах в параграфе 12-м. Была сформулирована в прошлый раз теорема 12-5. Я сейчас ее повторю, потом сделаю пару замечаний к тем недочетам, которые обнаружил, прослушав запись и просмотрев. Итак, есть комплекционный Гильбертово пространство, есть компактный самосопряженный оператор. В этом H. Пункт 1, пункт 2, подпункт А, подпункт Б. В предыдущей 12-м теореме мы выяснили, что у самосопряженного оператора весь спектр лежит на вещественной оси. Сейчас будет дано такое окончательное, не улучшаемое, в общем случае, уточнение. Спектр такого оператора лежит на отрезке M-M+. Причем эти точки, я сейчас определю, что это такое, M-M+, это точная нижняя грань, множество значений вот такой известной нам квадратичной формы. А, это инф. Да, норма х равняется единице. А M+, это, разумеется, точная верхняя грань, множество значений, все той же квадратичной формы, все на той же единичной сфере. Здесь никаких модулей нет, потому что это вот вещественные числа, и можно корректно все это находить. Так вот, первый пункт теоремы говорит, что спектр лежит на вот этом отрезочке. Причем крайние точки принадлежат этому спектру. Лучше даже все-таки виноват это унести сюда. Значит, вот это, причем это и есть содержимое пункта B. А вот пункт 2 будет вот в чем стоять. Я в прошлый раз, когда писал на доске, как раз тут ошибся, надо было написать вот так, равняется кому-то. А я написал сигма, ну, либо вы не обратили внимание, либо не заметили, либо, ну, промолчали. Так вот, спектральный радиус, я напомню, по определению, это супремо модуля лямбда, когда лямбда бегает по всей комплектной плоскости. С одной стороны, это вытекает из предыдущего пункта 1, это есть наибольший чисел m минус, запятая, m плюс. И это очевидно. Ну, раз мы лежим на отрезке, и раз точки входят, то, понятное дело, что какое-то из этих чисел выдается. С другой стороны, по теореме 7.1 мы знаем, что это и есть предел при n стремящемся бесконечности корня n степени из норм степени оператора. Так вот, в силу некой лямбы простой, которая говорит, что норма у самосопряжённого оператора, норма степени равна степени нормы, это превращается вот в такую красоту. Ну, раз здесь стоит вот это, только извлекаем корень и получаем просто норму. Вот это теорема. Ещё вот сразу, что-то в догонку. В предыдущей какой-то теореме, когда мы говорили о фундаментальных последовательствах, у меня появилось неудачное совершенно, конечно, там какое-то соотношение, но там xn минус xm по норме появлялось в чём-то. А справа ещё в качестве константы вылезало число маленькое m из условия ограниченности оператора снизу. Ну, разумеется, это очень дурное распоряжение бесчисленными возможностями латинского и прочих алфавитов. И лучше в такой ситуации здесь написать, конечно, n плюс p, а здесь n. И тогда никаких проблем не будет. Ну, в общем, посмотрите. Это у нас была теорема 12.3, насколько я понимаю. Да, когда мы доказывали замкнутость. Хорошо. Всё. Это я сейчас сотру, чтобы оно не мешало. Быстро докажем с вами эту теорему. Значит, мы с вами давно поняли, что стоит разгораживать двойной сплошной линией среднюю часть доски без возможности пересечь кускумело эту границу. Так, поехали. Доказательства теоремы. Ну, сначала пункт 1, естественно, и, естественно, под пункт А. Ну, я уже знаю по предшествующей теореме. Вот скажите мне, по какой? 12.3 или 12.4? Из какой теоремы я знаю, что спектр лежит на вещественной оси? 12.4. Значит, спектр лежит на вещественной оси. Здесь, на этой оси, ну, давайте напишу. По теореме 12.4 спектр А лежит на вещественной оси. На этой оси нарисую отрезок. М минус М плюс. Не важно, где там 0 находится, ничего. Вот если я сейчас докажу, что вот такие и такие вещественные значения попадают в ρ от А, то это и будет утверждение пункта А. Правда? Ну, давайте для принослия займемся вот этим кусочком. Покажем, что если λ больше, чем М плюс, запятая, то λ принадлежит резольвентному множеству. Какой у нас арсенал? Ну, есть теорема 12.3, когда мы принадлежим резольвентному множеству. Правда? Так, по теореме 12.3, поскольку все недавно, нет смысла напоминать. Достаточно получить оценку норма А лямбд х, ну, больше бы равно какой-то вот этой маленькой константы М на норму х, как там сказано. То есть научиться надо снизу оценивать вот это дело. Ну, давайте подумаем. Давайте, чтобы добраться туда, я сразу напишу вот такую квадратичную форму для оператора с А с индексом λ. С одной стороны, понятное дело, это есть по неравенству Каши Банюковского норма А лямбда х умножить на норму х. И вот если я потом начну вот это как-то оценивать снизу, то я получу оценку снизу и для лямбда х по норме. Вот идея. Давайте честно напишем, что это такое. Модуль А минус лямбда и х, запятая х. Ну, давайте посмотрим. Так, тут знак скалярного произведения. Ну, давайте посмотрим на это скалярное произведение. Значит, если раскрыть там скобки, получится Ахх, вот так, минус лямбда, норма х квадрата. Мы взяли лямбду вот такую. М плюс у нас это супремум, стало быть, Ахх на единичной сфере. Поэтому, вот когда я напишу вот то, что здесь, ясное дело, что раз мы где-то в районе сферы будем болтаться, х не нулевой надо рассматривать, тут тогда понятное дело, можно написать, что Ах, х вот первое здесь слагаемое, оно не превосходит М плюс на норму х квадрата. Так ведь? Ну, по определению того, что там М плюс. Так. Значит, смотрите, первое слагаемое здесь, оно не больше вот этого, а вот вычитается из него лямбда норма х квадрат, где лямбда больше, чем М плюс. Ну, кто тогда больше? Лямбда норма х квадрат или М плюс? Норма х квадрат. Очевидно, что вот этот. Больше. И когда я здесь буду раскрывать сейчас, убирать знак модуля, я напишу, что это есть лямбда х х минус вот это самое Ах. Так? Ну, понятно. Ну, раз вот этот кусок больше, чем вот тот первый. Ну, и здесь опять я напишу, что у нас этого я не трогаю. Вот это сама по себе не превосходит, как мы писали, значит, не превосходит М плюс норма х квадрата. А раз она со знаком минус, то она будет больше либо равна, чем вот эта со знаком минус. Значит, это больше либо равно лямбда минус М плюс норма х квадрата. Ну, и все. Вот вам константы нужного типа. В данном случае, это и есть тем маленькое в теореме. 12-3. Пункт 1. Все. Доказали? Так. Опоздавшего не спрашиваю еще пять лет. Да, понятно? Понятно. Все. Движемся дальше. Пункт Б. Ну, опять, вот мне нужно заниматься двумя точками. Ну, давайте не будем далеко уходить. Покажем, что М плюс предлежит нашему спектру, аналогично с М минусом. Тут вот главные трудности будет. Опять по теореме 12. 3 пункт, соответственно, 2. Нам надо построить последовательность точек на единичной сфере хн такую, что а лямбда хн стремится к нулю. Пункт Б. Исходя из чего мы будем это строить? Вот из чего. Значит, смотрите, у нас есть M+, супремум, AXX на единичной сфере. Ну и фактически по определению супремума, значит, существует такая последовательность XN на единичной сфере. Ну сначала, ну сразу, можно так, без драков, последовательность XN такая, что AXN, запятая XN имеет своим пределом M+. А поскольку событие на единичной сфере, это можно еще переписать вот так. M с индекса плюс, X, X. Ну раз, ну XN, XN, простите. Раз X на единичной сфере сидят. Так. Ну вот давайте здесь образовалось маленькое окошечко для подготовительного куска. Места вполне достаточно, завершение работы. Значит, еще раз, имеем, что AXN, XN, минус M+, XN, XN, стремится к нулю. Ну, это стремится к этому, разно стремится к нулю. Ну, можно это все переписать так. M плюс я втащу сюда на первое место. Значит, A минус M плюс I, XN, запятая, XN, запятая. Вот. Это стремится к нулю. Но нам-то надо доказать, что стремится к нулю. Вот первый кусок в этом скалярном произведении. Из того, что мало скалярные произведения этого и этого, не следует, что мало вот это само по себе. Но логично. Но тем не менее цель ясная. Я с вашего разрешения вот это все сотру, потому что это чисто технические вещи, вроде бы понятые и пройденные. Нет, лучше сказать, наверное, вроде бы пройденные. Нет, пройденные и вроде бы понятые. Значит, мысленно разворачиваю доску. Тут написано следующее. A, XN, запятая, XN имеется M плюс по предельному супремому. А внизу написано, что поскольку нормы XN всех равны единице, то это M плюс XN, XN. Совершенно бесхитростная вещь, но спрятавшись. Так. Так. Ну, что смеетесь, Италий? Но неразица, конечно, Буняковского с утра, видимо, не повторяли. Модуль АХН, АХН не происходит. Норма АХН умножить на норму АХН. Это не происходит. Норма А на норму АХН в квадрате. Это равно норме А. А ограниченный оператор. Всегда приятно отвечать на вопрос, если знаешь ответ. Правда? Это нормальное. Так, я как-то очень быстро все исписываю. Ну что ж, давайте перепишем еще раз. Имеем модуль А минус М плюс И. АХН запятая ХН тремится к нулю. Надо показать, что, ну это наша гипотеза, и она разумная, А минус М плюс ИХН стремится к нулю, но это то же самое, что и норма. Вот понимаете, если мы будем применять неравенство Кашибунинковского для оценки такой вещи сверху, мы, конечно, выделим этот кусок, но мы для него получим оценку снизу, которая нам ничего не даст. Нам надо научиться это оценивать как-то сверху. И вот основная идея здесь. Помните, у вас в линейной алгебре была такая теорема про приведение к диагональному виду одновременно двух квадратичных форм, одна из которых положительно определена. Ну, всегда эту теорему рассказывают, разбирают, для механики очень важный факт. Как технически это делалось? С помощью вот той второй или первой квадратичной формы положительно определенной выводили скалярное произведение, там выбирали базис, в котором т-т-т, ну и автоматически там с тем, вот, вот идея. Здесь абсолютно та же самая идея. Смотрите, давайте рассмотрим оператор B, равный M плюс I минус A. Есть определение неотрицательного оператора. Мы в прошлый раз вот говорили о том, что на языке квадратичных форм жизни операторов очень многие вещи можно изучить, понять и так далее. А в некоторых случаях это служит определением. B, линейно ограниченный оператор, будем называть неотрицательным, если B, X, X больше 0 при любом X. Вот если бы было больше строго нуля при X и не нулевом, это была бы положительно определенная ситуация. А вот так это неотрицательный оператор. И вот для таких неотрицательных операторов можно создать совершенно гигантскую и замечательную вычислительную науку, корни из них извлекать, тогда я может как-нибудь в виде задачи что-нибудь подумаю, потому что я подумал вчера, что может в очередной раз воскресить Терема Банаха, отжимающих отображениях. Вот вы же на первом курсе разбирали такую задачу. Если А положительное число, то можно написать явно последовательность, которая корню за сходится. А именно одна вторая, скобка, Xn плюс А поделить на Xn. Это все есть Xn плюс 1. Рекуррентное соотношение. Это со стражной скоростью геометрической прогрессии лежит в корне иза. Вещь замечательная. В книге Феймана Лейтен и Сенце, известной многотомной как Феймановской лекции по физике, там во втором томе, который называется «Механика», он реально представляет собой разговор о математическом аппарате физик, там вот в сноске написано, что вообще непонятно, почему нас в школе учат корень извлекать с помощью этого алгоритма приближения с недостатком, с избытком и так далее. А тут просто написал эту формулу на мокром песке. Нажал на кнопку, и тебе сразу все посчитать. Грубо говоря, на каждом шаге его точности добавятся. Это вообще... Ну, если типа там посчитать константу, короче говоря, вот можно какую-нибудь там цепочку задач, ну, хотя бы одну произвлечение корня из неотрицательных операторов. Это сегодня такие практически полезные вещи. Так вот, введем полускалярное произведение. Это то, что мы обсуждали в конце предыдущей лекции. По формуле x, y, вот как физике, наконец, напишу треугольные скобки, есть обычное наше h-скалярное произведение bx, y. Выполнены все аксиомы, которые предъявляют требования к скалярному произведению, кроме одного. Там первая аксиома говорила, что x, x больше, чем равен нуля, а равняется нулю. В том и только в том случае, когда x нулевой элемент. Вот теперь это пропало, потому что если x нулевой, то понятно, что это ноль. Это следует... Следует... Из последующих свойств линейности сразу. А вот в обратном все равно неверно. Я вам говорил в прошлый раз, каким мне видится вообще идеальное для вашего возраста и состояние умов доказательство неравенства Кашибанюковского. Что это просто одномерный вариант неравенства Бесселя. надо перейти от неравенства вот такого x, y не превосходит норма x вот такая, уже порожденная этой треугольной скобкой. Надо разбереть она нормы и угр, скажем, если он не нулевой в обычном хорошем варианте. И тогда получится просто, что если я с модулем работаю, модуль x на e единичный вектор не превосходит нормы x. Ну и дальше процедура стандартная. Вычитаем из x вот эту проекцию x, e, e. Считаем норму вот связанную с этим получаем равенство нормы x в квадрат минус соответствующих коэффициентов. Ну, это есть неравенство Бадюковского каши, потому что все вот это у нас было неотрицательно. Как вот здесь равно, 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 про нуля. Но это есть уже если перенести на правую x, e. Что-то не в ту сторону у меня получился. Больше про нуля. я описался просто. Больше про нуля, а все равно тому. Ну и все. Вот не равенство скажем. Маленькая проблема техническая состоит в том, что вот если мы работаем с полускалярным произведением, то у нас возможна ситуация такая, что y y равняется нулю, но y нулю не равен. И как быть тогда? Ну, еще в прошлый раз Виталий предложил, что давайте на x поделим нормировку пройдем. Значит, получается, что если у нас хотя бы один из вот этих элементов не нулевой, то все доказывается обычным образом. А вот трудная ситуация такая, когда и вот этот полускалярный квадрат x нулевой, и полускалярный квадрат y такой же, но одновременно x не равен нулю, и y не равен нулю. Вот так получилось. Вот здесь это понятно, как происходит. Потому что bx на x bx повернулся вектор как бы и стал ортогональным аргументом x. Бывает. Вы придумали что-нибудь дома или не думали над этим? Вот не надо даже лям. Вот вы все время являетесь заложниками своего этого вариационного доказательства старого. А я говорю как вот как здесь? Как мы доказываем? Просто скобки раскрыли. Вот мощь скалярного определения в том, что оно берет на себя все умственные ваши функции, усилия и так далее. Лямбда это придумать надо. Вот эта вариационная идея очень хорошая. Но здесь можно без этого. Просто напросто смотрите. Вот мой совет практически такой. Значит, комплекции случаев. Вы пишете скалярный квадрат, скажем, x плюс y x плюс y с одной стороны это больше и равна нуля. Ну, квадрат, скалярный. Раскрываете все скобки и получаете два нуля это скалярный квадрат x и скалярный квадрат x плюс две вещественные части вот такого скалярного предыдущего. Значит, получается, что вот эта вещественная часть вот этого комплекса числа больше равна нуля. если вы возьмете здесь минус, то у вас вылезет вот здесь минус и получится значит, получится, что ре ноль. Потом, если вы рассмотрите здесь x плюс 6 и y, чтобы перевестись на другой язык, то точно так же с мимой частью получится. Все. Вот понимаете, то, что вы говорите, это замечательно с лямбдой. Ладно, все. Короче говоря, доказали. Неравенция Каши Бадюковского для полускалярного произведения есть, и мы сейчас с этим воспомнимемся. Итак, вот теперь смотрите, что же мне надо сделать. В этих обозначениях то, что мне надо доказать, выглядит так. Мне надо показать, что Bxn стремится к нулю. Норма. Я не знаю, так ли это. Верно? Ну, чтобы доказать, что что-то стремится к нулю, один из путей такой. Написать какую-то оценку сверху для этого Bxn причем это нечто сверху оценивающее само по себе но очевидным органом к нулю стремится. Хитрость маленькая состоит в том, что надо взять для порождения такой оценки. Давайте поставим знак восклицательный, как восхищение перед тем умом, который придумал то, что мы сейчас напишем. Я даже не знаю, чьи это доказательства, честно говоря. Это уже все такой учебный файлор, конечно, но все равно это любопытно. рассмотрим норму Bxn в четвертой степени. ну вот давайте свыкнетсясь пока. Что будем делать с этой четвертой степенью, куда мы ее потащим, как будем понимать? Но раз это четвертая степень, значит, в виде нескольких со множителей надо все представить. Подсказка. Разбиение будет таким. Ну, грубо говоря, 4 можно представить в виде суммы какими способами? 0 плюс 4, это бессмысленно. 1 плюс 3, не знаю. 2 плюс 2, нет смысла, потому что там реально ничего уже не вылетит. Давайте попробуем с 1 плюс 3. Значит, норма Bxn это то, что нам надо. А вот все остальное все затолкаем в B3xn. Ну, только это будет неравенство, а неравенство, потому что я сначала представлю оператор как произведение вот этих двух, а потом напишу, что норма произведения операторов не превосходит произведения норм. Что ты? Нет. почему норма? Я не знаю. Не знаю. Я бы сказал все-таки, что вот здесь тройка должна стоять. Вот так вот, так вообще тривиально, потому что у меня четверка стояла не там, а тут. Поэтому чисто числовые дела. И это даже не неравенство, это просто равенство. Вот теперь все посложилось. Вот теперь нормально, да, я согласен. Так, я, значит, вот это не трогаем. А B, как сен в кубе, попробуем разобраться. Что это такое? Вот тут я, вот теперь уже чуть-чуть подумаю. Разведение я взял на себя, операцию, а вы тут разберетесь с тем, что тут получается. И хорошо ли мы поступили? И вообще, вот давайте подумаем, значит, нам нужна норма обычная, да? Вот когда я пишу BXN, это норма такая, значит, это на самом деле просто-напросто BXN, BXN и все в квадрате. Вот на самом деле что это такое. Но BXN в квадрате это вот одно такое скалярное определение, а когда четвертое, то это вторая степень вот такого. не знаю. Как можно записать одну такую скобку? Я пока туда не смотрю. Вот одна такая скобка, это что такое есть? Это можно записать, ну, потом квадратик я повешу, как скалярное умножение XN на BXN вот такое. Ну, квадрат вот тогда можно сохранить. Вот это равно вот это. По определению вот этого треугольного скалярного произведения. Верно. А вот это уже, значит, пока что вот я вот эту свою обычную Гильбертову дорогу забросил и решил пойти по вот этой тропе, связанной с новым скалярным произведением. Ради чего мы все затевали получить неравенство Каши Буренковского для данного полускалярного произведения. И вот это полускалярное произведение в данном случае мне скажет, что это не превосходит скалярного квадрата такого, такого, ну, как-то вот так. Попробуйте. опять же, микро паузу дается для того, чтобы вы сами попробовали это написать. Просто по-человечески надо написать, наверное, в этих треугольных скобках. Неравенство Каши Буренковского в чистом виде. То есть здесь будет стоять хн запятая хн вот так, а здесь будет стоять бхн бхн. Как видите, я слегка ухожу от той тропы. Если бы я вот так пошел, я бы, как вот в известной задаче про сопряженный нормальный оператор, я бы топтался, топтался, и неизвестно, что бы получилось. А вот тут сразу видно, зачем мы ввели это новое скалярное произведение. Вот сразу получились какие-то оценки. То, что вот здесь написано, могу даже вернуться, это есть скалярное произведение хн нет, вот так неправильно, бхн запятая хн, ну, а здесь скалярное произведение б квадрат хн запятая бхн. Вот. Просто равно. так. Значит, я помню, что начинается все вот с этого, мне его надо оценивать чем-то сверху, что заведомо мало. Ну, как это можно оценивать сверху? Опять неравенство Кашибу-Нюковского только в обычном мире х. Круглом. Есть круглый х, есть треугольный х. Логично? Продолжаем. Значит, где бы мне написать? Вот тут. Ну, я, пожалуй, могу отстереть все вокруг вот этой рамки, потому что это вот здесь цель наша локальная обозначена. Остальное могу написать, мы вроде это уже все осознали. Значит, пишу продолжение доказательства пункта B. продолжение. Вот сюда это все приходит. Значит, оценка сверху. Мне превосходит норма Bxn на норму xn обычно. здесь B квадрат xn и Bxn для чего? Вот, понимаете, надо не просто тупо разбивать понимание, что Кашиба-Нюковского, что-то, чего-то, а надо кого-то разбивать, упрощать, а кого-то оставить. Кого оставить? Правильно говорить абсолютно? Еще раз, вот здесь написано, вот то, что тут написано, это означает, что Bxn запятая xn стремится к нулю. Я не случайно это оставил. Вот это и вот это это одно и то. И вот поэтому вот это ни в коем случае трогать не надо. Вот таким образом. Мы убьем все, что нам нужно доказать. А если мы его ставим в неприкосновенности, давайте подумаем, значит, останется у меня B. Еще раз. Просто слушайте, Виталий, ну это же очевидные все вещи. Мы находимся в мире ленинных ограниченных операторов. Что? Ну нет, ну Виталий, ну. Да нет, конечно. А, Bxn, запятая xn. Да, это вот там и написано. Вот просто это на самом деле обозначение для вот этого ввели и больше ничего. Поэтому это просто одно и то же написано. И поэтому здесь это первый с одной стороны стремится к нулю. а второй он очевидным образом не превосходит нормы B в кубе. Ну, тривиальные оценки все. Потому что xn по норме равна единице. Получается нечто ограниченное умноженное на бесконечно малую. Значит, и слева там тоже бесконечно малая. Ура. Значит, отсюда следует, что норма Bxn в четвертой степени стремится к нулю. Отсюда следует, что и просто Bxn стремится к нулю. Совершенно замечательное доказательство. Совершенно замечательный факт. Ну, вот такая какая-то уже более-менее техническая изощренность пошла. Надо было придумать четвертую степень. Здесь вот не запутаться. Мы вот сначала написали вот так. Потом еще раз пытались поступить так же неразумно. Но вовремя себя остановили и все получилось. Так, теперь доказываем пункт B значит про вот эти самые спектральные представления спектрального радиуса. Давайте сотру. Здесь вопросов, что нет если вот это все аккуратно правильно писать. Ну, давайте сделаем маленький перерыв. Значит, пункт 2 лемма для самосопряженного оператора А справедливая формула норма А в n-ой степени равняется норме А в степени n. Ну, доказательство должно быть по индукции, конечно, и достаточно реально доказать для n равного 2, потому что доказательство для n равного 2 представляет собой переход от n равного единицы к n плюс 1 равному 2. Значит, очевидно, есть неравенство норма А в квадрат не превосходит норма А в квадрате, но просто норма произведения операторов не происходит произведения норм. А с другой стороны, если вы напишите, что такое квадрат Х, лучше даже не так. Давайте напишем норма Х в квадрате. Начнем отсюда. с другого конца. Это и скалерное произведение АХ на АХ. Это не равняется перебрасываем один оператор в силу самосопряженности на вторую саммножитель Х А в квадрат Х. Опять же, неравенство Кашиба-Нюковского сегодня у него бенефис норма А в квадрат Х. Ну вот, ясно, что отсюда следует после взятия супремума по единичной сфере, что норма А в квадрате вот так не превосходит нормы квадрата оператора. Ну, первое неравенство вот это и полученное второе дают как раз спадение. Дальше тривиальный, например, шаг такой. Для Н вида два степени К, ну, на автомате это проходит. У меня был А, я перешел к А в квадрат, перешел к А в четвертый и так далее. Ну, просто квадрат предыдущего. Вот этот переход здесь описан. А дальше опять, вот понимаете, мы не всегда ценим то, что нам дают теоремы существования чего-либо. Вот теорема 7.1, здесь процитирована, она утверждает абсолютную нитериальную вещь, что вот этот предел существует. А когда ты знаешь, что предел существует, можно в эту бесконечность уходить не обязательно так скучно, с шагом один, а такими большими прыжками. А в квадрат, А в четвертый и так далее. Правда же? Поэтому можно написать, что вот этот предел корень на степень из нормы А в н степень, поскольку он существует, можно получить, двигаясь не сплошняком, а вот по числам вида н равняется два степени к. И у меня получится тогда просто-напросто, конечно, в чистом виде норма оператора, если я движение буду вести спать в число. Писать даже не буду. Упражнение для вас все-таки докажите, что при любом н это равно вот этому. Тоже полезно, но просто индукционный процесс провести в полном объеме. Договорились. Для наших целей мы достигли все, что хотели, потому что значит, это равно вот этому, равно вот этому, это мы доказали, а из предыдущего пункта, раз мы сидим на отрезке М минус, М плюс, и раз обе точки принадлежат нашему спектру, то понятно, что спектральный радиус равен наибольшему из этих моделей. Вот и все. Все, теорема доказана. И я на этом расстаюсь с параживом 12 про самосопряженные операторы, хотя вот про него, конечно, много чего тут можно подоказывать. Ну, вот еще одно упражнение под занавесом дам. Такое домашнее. Вот мы скоро опять по необходимости будем какие-то примеры рассматривать в 2 упражнения. Дело происходит в гибертовом пространстве в 2. Я рассматриваю оператор, связанный вот такой бесконечной последовательностью лямбда n, а от x есть лямбда n, xn. Ну, взяли последовательность бесконечную x, вот такой диагональный оператор. Бесконечная диагональная матрица. Вопрос. Что есть спектр такого оператора? Вот все разговоры про наши... Это не сам сопередженный оператор, если комплектные числа настоящие. Не обращайтесь. Ну, просто вот скажите мне, пожалуйста, что есть спектр этого оператора? Это первая часть. Вторая. Вот смотрите. Произвольным почерком, произвольным куском мела я напишу на доске слово fifth. задача доказать, что существует оператор A в L2 такой, что его спектр есть вот это самое нарисованное на комплексной плоскости множества. Тут не линии, тут какие-то вообще непонятно что. Я специально вот боковой частью куска мела какие-то вещи рисовал, правда? Все. А это ты, кстати. От того, что я вот так подрисую, ничего не изменится в утверждении. Я еще раз говорю, какие бы почерком, какие бы куском мела я не писал, вот. Ну, это для вас возможность рекламировать факультет. Вы можете убеждать кого-то поступать именно на физ и предметам не говорить ни слова, что к другим факультетам аббревиатурно написанным это утверждение тоже относится. Они будут думать, что это именно с вашим факультетом связано и больше не с тем. Ну, это такое нормальное жульничество рекламного толка. Все. Ну, а я вот все-таки приступаю. Все равно нам две лекции нужны. Сегодня кусочек и следующий раз кусочек. для подготовительной работы. А там вообще он будет очень длинный, этот параграф. Итак, параграф 13 компактный оператор. Сначала определение. Есть два линейных нормированных пространства. есть линейный ограниченный оператор. Вот есть мир L E1 E2 операторов. А сейчас я выделю некий подкласс, который будет обозначать E1 E1 E2 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 Нет, я сказал, это просто клякса. Я боковой поверхностью ты мелый рисовал, вы чего? Нет, 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 нет. А вот здесь я не заштриховал, это все равно фифт. Это есть славянская мифология, в основном русская, такой странноватый субъект, семаргл называется. Ну, мифологическое некто существо. Я помню, как один человек в Доме ученых на некой секции рассказывал что-то про убранство изб в северных частях нашей земли, и он показывал фотографию какого-то избы, какой-то там коньковой крыши, там что-то под крышей забререно. Он говорит, вот непонятно, что тут вообще вырезано из дерева приставлено. То ли это рыба, то ли птица, но ясно, что это семаргл. Хотя к тому, что вот непонятно, как я чего написал, но ясно, что это фифт. Понимаете? Всё, это расширенный ответ на ваш вопрос. Итак, вот такой линейный ограниченный оператор называется компактным. Так, плохо пишу. Если образ произвольного ограниченного множества в ядин, оказывается предкомпактным множеством в Е2. Если бы мы брали просто произвольный оператор такой, то ограниченное множество приводилось бы в ограниченное. Это мы знаем. А теперь происходят некие улучшения, потому что мы знаем, что всегда из этого следует, что это множество вполне ограниченное. Знаем и то, что если Е2 банахова, то тогда из этого нижнего следует верхняя. Поэтому далее во всем этом параграфе я, чтобы пока каждый раз не отвлекаться, все пространства Е будут банаховыми. И тогда я вот в этом определении смогу ПК заменить на ВО. И на языке вот Эпсен-Сити все доказывать, если я хочу получить предкомпакт. Хотя на самом деле доказав, что наш образ вполне ограничен, а из этого следует предкомпактность, мне вообще говоря, надо осознавать, что здесь еще это предлагается. Все. Это основное определение. Значит, некие комментарии и обсуждения сначала, потом я сформулирую все теоремы, которые вот в первом куске мы докажем, чтобы они были на доске и как-то вас уже ориентировали при решении задачи и вообще какое-то чувство перспективы рождать. Значит, терминологические замечания. Раньше компактные операторы называли иначе, вполне непрерывные. исторические это раньше даже появилось. В рефлексивных пространствах ну, в общем, это одно и то же. Четыре листочки поставил. Совсем тождественное. И определение тогда вполне непрерывных операторов было такое. Это такой оператор, который слабо сходящуюся последовательность переводит в сходящуюся по норме. Вот улучшение сходимости происходит. Поэтому второе замечание здесь связанное с термином второе замечание будет такое. Компактный оператор я буду использовать только такое на занятии. Это улучшающие свойства. Ну, вот здесь было ограниченное множество перешло во вполне ограниченное. Это одно, как бы, улучшение усиления. Второе, то, что у нас будет потом в виде задачи. Если хн слабо сходится к х, то для компактного оператора а от хн сходится к х по норме. Вот такой дел. Вот два таких улучшающих свойства компактного оператора. Было слабо сходящееся по норме, а вы знаете уже насколько различаются эти вещи. Было ограниченное множество, стало вполне ограниченное. Здесь вообще гигантская разница. был шарик в бесконечномерном пространстве, компактном сам по себе не являющийся, но его вот под каким-то прессом, ну знаете, как в американских детективах, там какая-то машина иногда даже с обитателем попадает под пресс, который старые автомобили превращают в русские металлы. ну естественно хорошие герои успевают выскочить плохие не всегда. Понятно. Так вот оператор компактный, он из большого автомобиля делает аккуратненький такой брусочек серебристого металла. Это грубо говоря с шарика делает летающую тарелку. Ну вы видели летающую тарелку? Значит это такое блюдце, у него есть толщина какая-то в трех измерениях. А вот V2 например был критерий предкомпактности там нужно чтобы равномерно сходились эти некие ряды и там означает что с ростом вот этого номера N далекости у нас вообще приплющении становится все более более сильным. То есть здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так, здесь вот так, а там вообще нестижимого умери. Понятно. Вот такой компактный оператор. а понимаете операторы вот грубо говоря они не очень хорошо заботятся о сохранении таких слоев. Ну в общем может получиться нечто а? Операция определяет в интервале компактный нет, ну просто вот сейчас потом поговорим почему здесь вот мы чуть ослабили, почему мы и хотим, ну понимаете здесь же все ясно, здесь просто ограничены, но был интервал, ему чтобы стать компактным надо не просто какие-то операции такие простенькие делать, а еще как бы замыкание какое-то в себе учинить. Вот поэтому так и есть. А что такое предкомпактный? Это грубо говоря компактный без шкурки. Ну и все это нормально тогда, это естественно. А для приложения на самом деле в чем отличие предкомпакта от компакта? В компакте из любой последовательности элементов можно выделить сходящуюся подпоследовательность. К элементу это умножить. Но вот во многих задачах прикладных нам нужно просто выделить сходящуюся подпоследовательность. Потому что будет она сходиться к элементу этого множества или нет, это дело десятое. Главное найти то, к чему сходится, потому что это то, к чему сходится по каким-то другим внешним соображениям будет решением той задачи, которую мы решаем. Конечно. Я думаю, что вы это понимаете. Вы же обсуждали вопрос о критерии предкомпактности. И вот теперь давайте сразу термологические и прочие замечания. Третье. Как определить, что А компактный оператор? Во-первых, сразу предлагается в качестве упражнения, и мы его устно сейчас сразу с вами решим, модифицированное определение. Помните, когда-то мы ограниченный оператор определили тоже сначала так, что образ любого ограниченного множества есть ограниченное множество. А потом понять, что для линейных операторов достаточно проследить за судьбой единичного шарика. Так и здесь. А или Е1 Е2 достаточно просто однородности на самом деле даже не линейной но это не важно. Является компактным тогда и только тогда, когда образ замкнутого единичного шарика есть предкомпактное множество. И это понятно. Понятно, что из общего определения следует то, потому что единичный шарик образец ограниченного множества. Понятно, что если я имею линейный оператор, у меня образ единичного шарика хорош, то тогда и любой шарик с центром нуля хорош, правда? Ну, в R раз просто увеличил все. А любое ограниченное множество предварительно засуну в какой-то шарик. Ну и понятное дело, что на языке вполне ограниченных множеств это совсем очевидно. Если я смогу освещать шарик, в котором кто-то там сидит, то я и по данному смогу освещать его часть. Ну, если у меня, вот мы с вами про парки освещения говорили, если я построил систему фонарей для целого парка, то какой-то выбранный кусочек, аллея какая-то тоже будет освещена. Правда? Элементарно. Все, это упражнение вам, которое мы уже решили. А вот теперь смотрите, как же определить? Есть два пути. Пожалуй, вот здесь сотру. Это важный момент такой общий. Дмитрий, сколько у нас запросили? Вы шутите? Сколько? 15? 20. Ну все, от того, что я испугался, что у меня таймер не туда крутится, 20 минут от того, замечательно. Так вот, продолжаю эту цепочку всего и вся. Два пути, сказал я. Путь первый, значит, мы обсуждаем вопрос, компактен ли оператор А. Значит, один путь связан с использованием определения, ну вот этого модифицированного. Но тогда надо знать критерии предкомпактности в этом самом пространстве Е2. Верно ведь? Вот пусть даже я за судьбой одного шарика слежу, но для того, чтобы узнать, образ является предкомпактным или нет, мне надо иметь описание какое-то удобное для проверки. Свойства предкомпактности в этом Е2. У нас была одна теорема такого сорта в лекциях, критерий предкомпактности в ЦАБ, теорема РЦ Ласколи. Вы решали вот задание, задачу критерий предкомпактности в Л2 маленьком, что там ряды из квадратов. Нет, не надо говорить на что угодно. Виталий, если вы будете говорить что угодно, то я сразу скажу нет. Ничто на все не обобщается. Теорема такая. Нет, вот стандартный вариант можно компактно брать. Беру любой метрический компакт X, беру на нем семейство всех непрерывных числа функций комплексно-значных или вещественно-значных, беру в нем какое-то множество M, теорема. Множество M является предкомпактным тогда и только тогда, когда оно ограничено в геометрическом нашем смысле и равностепенно непрерывно. Я это доказательство не рассматривал сами, потому что мне очень хотелось показать естественность доказательства случая отрезка, когда мы строили просто нашу эпсенную сеть изломанных, правда? с помощью ломных точнее. Все. Так. А вот второй путь связан с теоремой, которую я, по крайней мере, в скором времени на доске напишу, она выглядит так. Если N компактный оператор, вот достала пора ввести это еще одно терминологическое замечание, вот здесь я его писал, этот значок, но толком не сказал. Значит, слово компактный можно написать по-английски или французски, тогда будет первая буква C, а можно по-немецки, тогда будет буква K. вот это. Ну, вот в честь вклада немецких математик в эти вещи дела, обычно класс компактных операторов обозначается вот так, K E1, E2. Ну, сразу, чтобы вы вообще понимали, что в современных книжках, например, очень часто здесь вот пишут вот так, ограниченные. Ну, потому что это какие операторы? Линейные ограниченные. Вот есть люди, это как война Блифуско и Липути. Одни считают, что надо с острого конца и все разбивать при поедании, другие, что с тупого. Ну, из-за этого возникают кровопролитные войны. На мой взгляд, все-таки важнее слово линейный здесь, а потом уже ограниченный. Ну, а есть люди, которые считают, что важнее то, что они ограниченные, но потом линейные. Ну, просто в математике очень часто используется обозначение типа, скажем, B, X, R. Это все ограниченные функции, действующие мира X в поле чисел, например. А к линейности тогда уже совсем это отношение. Поэтому я пишу L, но вот если вы где-то увидите книжку с... Так вот, теорема. Если у меня есть последовательность компактных операторов, действующих из E1, E2, и они сходятся к какому-то оператору по операторной норме, то оператор A тоже компактный. То есть множество наших компактных операторов, вот я специально тут эту матрюшку стрессовал, оно замкнуто относительно вот этой операции сходимости в этом мире. Это замкнутое подпространство, замечательное совершенно, которое бережно сохранит свои свойства и не выплескивает себя никуда наружу. И вот с помощью такой теоремы очень многие задачи удобным образом легко решаются. Например, если у нас есть, скажем, такая задача какая-нибудь в пространстве L2, можно рассматривать операторы проектирования по NX равняется X1 и так далее XN, а потом все остальное нули. Ясно, что такие операторы компактные, потому что мы это вражаемся в конечномерный мир, ну каждый такой оператор префиксирован N, а в конечномерном пространстве все нормы эквивалентны, там проблем нет, потому что все ограниченные множества вполне ограничены. Ограниченность у нас сохраняется, раз мы длиннее ограниченный оператор. Правда? Так что тут все замечательно. И вот во многих ситуациях оказывается, что вот такие суперпозиции PNA сходятся по норме к оператору A, отдельно мы сейчас в списке утверждений докажем, что вот если PNA компактный, а линейный ограниченный оператор, то получается опять компактный. Это то, что называется идеалом. Ну и тогда получается такой мощный источник инструментальный. Теперь примеры потом. Давайте сейчас напишу раздел, который назову так цели, а потом перейду к примерам и теоремам. Цели всего вот такого разговора. Еще раз? Нет, конечно. Я взял последовательность компактных операторов K, которые по норме вот этого внешнего для K или E1, E2 сходятся. То вот если она сходится, то это тоже компактный оператор. Нет, а тут будет так. Тут еще хитрости какие-то есть. Есть PN сами по себе компактные. А почему суперпозиции это компактные, это еще мы должны понять. Это я забегаю вперед немножко. Что? Так это доказательно? Да, они будут компактные. Да нет, это я говорил, что если для какого-то оператора вот удастся такое построить, я говорю, вот типовая ситуация. Уф, ну смотрите, чтобы вы понимали, почему вы не правы философски. Беру в качестве A тоже действия на оператор. И беру суперпозицию PN, оператор проективный C, так, это будет просто PN. Они сходятся по норме к предъявственному оператору? Или нет? Поточечно сходятся. Но оператор I в бесконечно мерном пространстве компактным не является. Сразу, чтобы вы понимали, шарик переходит в себя, теорема 4.1 некомпактный. Другое дело, что здесь нет сходимости по норме. Но вот в принципе вот такого рода эффекты, они говорят об опасностях таких штукой. Если я возьму произвольный оператор A, то вот этот гибрид суперпозиции будет компактным оператором. Но не факт, что это будет сходиться к оператору A по норме. Это мечта. Если бы так было, говорю я, я говорю просто об некой идеальной схеме, которая для многих конкретных примеров проходит. Но я говорю, что так будет всегда. Ясно. Ваш вопрос совершенно был осмысленный и правильный. Так вот, цели. Ради чего этот весь разговор затевается, и как он возник исторически сто с лишним лет назад? Смотрите. Воспоминания о линиенной алгебре. У вас была теорема, которую мы в прошлый раз здесь на доске обсуждали, что в количественномерном пространстве одном, и все операторы здесь рассматриваются из Е в Е линейно-нормированные. Была формула им А лямбда плюс, ну скажем, Е вклидовое пространство было, плюс ядро сопряженного равняется вот этому нашему Е. Мы считаем конечномерно Гюрберту просто. Теорема Фредгольма. Даже напишу не теорема, а теория Фредгольма, потому что там много теорем вообще-то коррест. Фредгольм у нас откуда, Виталий? Фредгольм, человек. Игорь Фредгольм. Немец. Ну почти швед. Просто Хольм это остров. Город Стокгольм знаете? Хольм это остров, Стокгольм это бревно, Стокгольм это остров бревен. Когда наши предки когда-то сожгли очередной раз столицу Швеции, тогда это был город Сиктона, то несчастные шведы по старому обычаю не первый раз сожигали столицу. Это было давно. Они толкнули в озеро Мэлорина бревно и стали смотреть куда прибьют воля ветра, течений, богов. Ну прибило к маленькому островку у места соединения озера Мэлорина заливом, но там теперь Стокгольм стоит как раз центр этого всего. Так что вот Фредгольм это остров Фреда условно говоря. Это один из основателей функционального анализа. Он формально работал с интегральными уравнениями без вот этих геометрических структур. Но то, что он там для них придумал, один в один потом благодарные потомки и современники даже перенесли вот в эти уже геометрические обтрактные схемы. Это один из главных создателей функционального анализа. Вот. Вот. В бесконечно мерном случае у нас мы с вами говорили эта формула ухудшается до такого состояния. Им А лямбда с чертой плюс дидро А лямбда для сам спряженного причем оператора равняется h. И вот это описание уже неадекватное описание образа оператора. Вот эта черта она слишком многое съедает. Но вот выясняется что если А компактный оператор в смысле вот этого определения то эта формула опять превращается вот в ту формулу мечты которая была здесь. Знак замыкания исчезает. Это грубо говоря теорема Фридгольма. Вот. В абстрактном виде теорема Фридгольма гласит если h гильбертово пространство комплексное а сам сопряженный и компактный оператор одновременно и то и другое то при любом лямбда сравнёт такое разложение. И получается тем самым описание вот этого пространства как ортогональное в дополнение к этому ядру. Грубо говоря можно смотреть на компактный оператор так в бесконечно мерном случае как я вот несколько раз уже внушал некоторым из вас есть один неисправимый недостаток сфера не является компактной. И с этим можно бороться по разному это один способ борьбы а давайте усилим требования к операторам не просто линейно ограничения на этот кусочек возьмём и выяснится что тогда жизнь будет такая же как в конечномерном случае но близко к этому вот в этом суть. Второе баловас теоремы это всё воспоминание из линейно-мирном если давайте напишу димаш меньше бесконечности а сам скрежённый оператор то существует ортонормированный базис состоящий из собственных векторов спрашивается есть что-нибудь аналогичное в бесконечно мерном случае ответ есть это будет в нашей программе теорема Гельберта Шмидта и вот что она говорит пусть H на C это Гельбертово пространство но сепарабельное чтобы о счётном базисе можно было речь вести а компактный самосопряжённый оператор но действующий из H тогда говорит теорема прям вот как здесь H существует ортонормированный базис ну уже бесконечный естественно вообще говоря состоящий из собственных векторов оператора в обоих случаях вот теорема теория Фред Гольма содержательно верна и в случае не только Гельбертово пространство разумеется но только там сложные возникают конструкции потому что уже четыре пространства надо в игру вовлекать и один и два и два со звездой и один со звездой и так далее но тем не менее там всё это действует и вот скажем из тех книг которые у нас в списке литературы названы вот книжка Хацана и Пима если у вас будет возможность время желание примерно в таком порядке что то ли возрастанию то ли убыванию частот не знаю ещё не решил можете вот там найти как раз все эти описания потому что авторы книги как раз специалисты по интегральным уравнениям толково сознанием делают всё описать ну а здесь это вот просто вот говорит что ну вот мы попали в бескочномерное пространство и всё плохо сфера не компактна но если рассматривать операторы вот такие уплотняющие то вот получается всё хорошо два примера вот как раз на ту схему которая нарисована здесь примеры ну если первое если размерность Е конечна то все операторы из ЛЕ компактны ну на самом деле понятно что если равномерность второго пространства в той схеме общей такова то все операторы действующие из Е1 в Е2 являются компактными это очевидно да но уже привыкли потому что в Е2 там все нормы эквивалентны всё грубо говоря как в РН2 в вещественном случае или там в каком-то арифметическом комплексном номерном случае второй пример вот на первую схему которая здесь есть значит Е1 равняется Е2 это есть С0.1 мир обычных дифференцированных обычных неприемных функций с метрикой норма f равняется максимум модуль f от x по отрезку есть оператор Вольтерра ну есть вид Вольтерра математики я о нем вам что-то когда-то говорил в честь него вот так вот напишу v от f в точке x это и есть интеграл от 0 до x f от t до t вот утверждение стоит в том что v компактный оператор и давайте я пока писать не буду в лекциях это все я делал опять же таки но скажу только что это делается вот с помощью вот этого определения плюс теорема Арцелла оскоре у нас есть критерии в ЦБ предкомпактности это элементарное упражнение вот на это второй пример на теорему это значит теперь уже буквка 3 будет есть пространство L2 маленькое в нем есть оператор заданный на бесконечной матрице АНК такой что сумма по НК такой двойной ряд модуль АНК в квадрате сходится и рассматривается оператор порожденный такой бесконечной матрицей действующий по формуле А от Х с номером Н это и сумма АНК ХК по К от единицы до бесконечности ну первое опять же пока как упражнение пишу потому что за ног все-таки 2 минуты я думаю примерно а 4 ну тогда могу им сказать но не хочу а хочется слов еще каких-то общих произнести несколько вот докажите сначала во-первых что это при любом что это просто линейно-ограничный оператор а во-вторых докажите его компактность вот с помощью как раз вот этой схемы ПНА о которой я говорил но для того чтобы это доказать нужно располагать некоторыми общими сведениями от к счету которых я сейчас и перехожу общее утверждение я напишу сейчас список а в следующий раз мы прямо начнем их доказывать по одному но они чтобы уже у вас были это основной арсенал первое утверждение 1 ну пожалуй напишу чтобы спадал это с моей нумерацией хотя я уже это и писал на доске видимо придется так написать да так и напишу значит а ну в виде шапки изначально а из е1 е2 может быть какие-то уточнения а является компактным тогда и только тогда когда а от b с чертой 0,1 есть предкомпакт это первое утверждение второй факт вот то что там написано теорема 13,1 значит есть банных его пространства е1, е2 комплексные или вещественные все равно есть последователь операторов принадлежащих к е1, е2 которая сходится по норме к некому оператору а тогда а тоже компактный оператор третье то что я использовал в применении вместе с теоремой в той задаче для которой сказал набросок решения к от е когда из е в е мы рассматриваем оператор это идеал в алгебраическом смысле для любого компактного оператора а из е для любого b из l e обе суперпозиции такая и такая есть компактный оператор да конечно более того на самом деле смотрите предыдущая теорема почему-то их объединяю первая теорема говорит что это множество компактных операторов замкнут этапологически а второе что оно особое совершенно в смысле алгебрической операции умножение операторов ясно что суперпозиция компактная это и так понятно но она еще вот это все наследие вот этих свойств улучшать облагораживать мир вот определение что из единичного шарика делаем предкактным что вот слабо сходящиеся способности делаем сильно сходящиеся а вот суперпозиция с любым линейным ограниченным оператором дает компактный оператор и наконец еще одно пожалуй утверждение напишу будет это у меня утверждение так сейчас подождите это у меня надо писать что здесь это утверждение 2 я долго думал вчера когда размышал что писать назвать это теорема или нет то что вообще-то выдающиеся теоремы но утверждение 2 и наконец последнее после чего сотру утверждение 3 если размерность е бесконечна а линейно-ограниченный оператор компактный нет срочно напишу по-честному компактный тогда не существует а в минус первой степени определенные непрерывные на всем е по-честному почему у компактного оператора ограниченного определенного на всем пространстве и непрерывного на всем быть не может почему потому что если бы он был то мы бы написали вот такие формулы а а минус первой степени равнее ци а как мы с вами обсуждали с одной стороны по предыдущему утверждению эта суперпозиция была бы компактным оператором а с другой стороны уже привыкли то есть вот хитрое дело и вот с оператором вольтера последнее что уж скажу вот есть графическое представление того что здесь происходит которое все объясняет на самом деле вот есть c01 под действием оператора v отображается это на какую-то часть которая представляет собой функции класса c1 плюс такие что g в нуле равняется нулю ну вот верхний предел 0 об этом говорит это непрерывно дифференцируемые функции которые с точки 0 0 выходят и очевидным образом отображение взаимно однозначное потому что если это 0 то продифференцировав по верхнему пределу получу что f от x при ревом x нулевая функция взаимно однозначно оператор вольтера отображает вот это на это а обратный оператор который есть это оператор дифференцирования ну что и понятно раз это первообразная да еще такая то продифференцировав получаем что если это g то g штрих равняет c и вот обратный оператор он превращает опять таки вот эту линию вот в эту большую кляксу оператор вольтера такой сверхмощный ну вот тот самый изготовитель брусков из автомобилей а архиватор вот совсем безобидная ситуация взяли файл вот такой вот такой и превратили в маленький файл а обратный оператор это взрыв своего рода оператор дифференцирования он непрерывным не является мы это знаем в такой ситуации в метрике c он ну есть у физиков понятие большого взрыва я не знаю что это такое но они говорят так поэтому я могу вот здесь большой взрыв под действием оператора дифференцирования разлетаются осколки вот этого мира c1 с условием g0 равняется 0 и эти осколки заполняют все c все вот в следующий раз мы начнем разговор с доказательств всех утверждений и плюс еще последующих потому что у нас теории здесь будет много спасибо